Христос посреди нас, мои родные, любимые, христолюбчики, христолюбцы, христолюбящие, все брата и сестры в Христе, все люди на земле. Так, ну что, Писание читать это хорошо и говорить о любви тоже. Давайте сегодня немножко о делах любви. Я хочу записать ролик, сразу по двум нуждам обратиться к вам. Надеюсь, надеюсь, мы все отзовемся и деятельно явим свою любовь. Ко мне обратилась женщина, я сейчас покажу. Она мне ровесница получается уже практически. Все-таки тоже подрос. Иди ко мне, малыш. Ты куда влепался? Что это такое? Давайте я, в принципе, зачитаю нашу переписку. И у вас она тоже на экране. Здравствуйте, Дмитрий. Пишу вам в полном отчаянии. Я привыкла зарабатывать всегда сама, но сейчас я в таком положении, что самой никак не выкрутиться. Подруга посоветовала обратиться к вам, говорит, поможете. Мне очень стыдно просить помощи, но вчера нам отключили свет, а заплатить нечем. У меня четверо детей, но старший уже замужем. Второй исполнилась уже 18, поэтому многодетно уже не считаюсь, а научится, я знаю. Я даже не знаю, что написать к этой ситуации. Подвела меня череда болезней и смерти близких. Во-первых, сама два года ездила в Край с онкологией, сейчас еще муж заболел, и он не может работать. Я работаю дояркой, но плачу кредит. В итоге в месяц я получаю иногда по 700 рублей. Везде задолжала, скотину поздавала. Родственников, близких нет, а кто и есть, помочь, кто не может, кто не хочет. Я в отчаянии хотела ехать на север на заработки. Ну, во-первых, дома больной муж и трое деток. Во-вторых, не пропустила медкомиссия. Стою на учете с онкологией, мне безумно стыдно просить, но если сможете, помогите, пожалуйста. Ну, тут я... Кто ко мне обращался, особенно в последнее время, особенно по переписке, я не знаю, какая у людей реакция. Я начинаю устраивать такой холодный допрос, хотя сердце мое все знают. Во-первых, многие думают, что я там кто, меня в чем только не обвиняли, что я там клянчу, что я обманываю. Да, это вообще меня меньше всего колышет. А то, что я сам, конечно, тоже переживаю. Ко мне, когда я стал, конечно, в ютубе проповедовать, еще года три уже, получается, назад, да, активно. Даже больше, четыре уж, наверное, прошло. Конечно, ко мне стали обращаться люди, и чем дальше, тем больше, да. И как проверить, там, мошенника, не мошенника. Я-то стараюсь помогать, конечно, всем по силам, и сам от себя сколько могу, и других всех призывать. Ибо вместе мы сила, по одному мы ничто. И вот, естественно, я, кто ко мне обращался, знает, я, конечно, какую-то, так назовем, мелочь, да, 50, 100 рублей, 200. Я сам вот даже высылаю, я говорил, даже на любые посты какой-то вижу. Может, это там мошенники сидят, просто рассылают, хотя я там всегда перейду на страничку, на которой ссылка, там, ВКонтакте, посмотрю документы, если есть какие-то какие-то, вот. Но, и то, я это делал, так, скажем, отписывался, что для меня 200 рублей, там, для каждого из нас, да ничего, в общем-то, да. Вот, все знают, я живу достаточно скромно, вот. Ну, все равно, что такое 200 рублей, да ничего, проще выслать, да и, я говорю, а вплоть даже и 50. Ты что-то, с миру по нитке, голому рубаха. Я, чтобы у меня сердце было чистое, оставалось, я отсылал и все. Но это если меня не трогало, я, у меня были большие сомнения на сердце лежали, что это может быть какой-нибудь аферизм или еще еще. Сейчас, конечно, всего ж навалом, вот. Ну, а если меня хоть как-то трогало, я начинал либо сам там вникать, потому что, кто знает, я всегда стараюсь человека, особенно упавшего, поднять до конца. Да, ну, до конца, да, понятно, в рамках разумного, это не значит, что я всю жизнь буду человека содержать и обеспечить, у него самого нет этих возможностей, да. Но хотя бы, знаете, есть нулевой порог, где человек может идти, встать и куда-то пойти, решиться. Есть человек, когда лежит вообще, есть когда он там бежит, да. И вот хотя бы с этого лежит, до вот этого стоять мы, я считаю, обязаны человека, даже врага, как нам, нас Господь учил, потому что все мы братья и сестры на земле, до этого состояния поднять. А там уж он пусть сам выбирает опять путь зла или путь добра, как ему жить. Вот, а накормить, напоить, дать кровь, одеть, мы обязаны даже врага. Уж чего говорить вообще о любом человеке на земле, который, как многие думают, да он никто есть-то, но он может тебе никто, но он вот им даже тебе не враг. Вот. И я, понятное дело, всегда старался тоже, конечно же, я же не буду никуда, там, десятки тысяч своих или тех, кто через меня помогает отсылать, да. Я, конечно же, старался узнать, реально ли это человек, что там за ситуация. Я, вот я говорю, у меня какая-то выработалась своя такая, я устраивал такой, такой, знаете, холодный допрос. Я же не знаю, может, это правда обман, что я там буду сразу распинаться. Я, по сути, так вот, достаточно холодно общаюсь. Но это не, конечно, кто меня знает, это не зеркало моего сердца, а просто какая-то манера, что ли, такая. Ну, я начинаю просто писать, я говорю, просто как допрос это выглядит. Сколько вы должны за свет? Она пишет 5400 за свет, 3 подключения, не знаю, сколько процентов за должность в уведомлении было написано по банковской ставке. Что за подруга посоветовала тебе ко мне обратиться? В Барнауле живет, вы помогли ее знакомым, кажется, Горшковой, если не ошибаюсь. Вот я начинаю с всяким переписывать, я понимаю, что это живой человек, что ему посоветовали. Я уже понимаю, о ком идет речь, да. Да, она ошиблась не Горшковой, а Горшковой, кто знает, которой мы тоже помогаем. Семья, где семь, восемь детей, семь девочек, восьмой вот мальчик, кто знает, родился у них сын. Вот, то есть я понимаю, даже вот она ошиблась, но я понимаю, что это уже не фейк, это уже правда, человек посоветовали. Таких ко мне сейчас обращаются, ну, всегда обращалось, сейчас обращаются. Я говорю, даже я год не проповедовал, и все так же обращались, и я поддерживал. Ну, я вот этот год сам работал и зарабатывал, ну, и вот все, что мог, помогал, да. То есть я уже вот по этим небольшим сообщениям понял, что, конечно, это так. Электричество совсем отключено, как вы живете, я вот сейчас не понимаю. Отключено. Газовщик за свой счет дал баллон газа, а воду у соседей берем. Огород, слава богу, дождь пока поливает. А вот все остальное никак, да и соседи ворчат, что они, они-то платят за эту воду, видимо. А у вас нет подключенного газа, чем вы топитесь? Ну, я про газ тоже больная тема, кто знает, мы не раз помогали тоже. Как имя подруги из Барнаула, я спрашиваю. Газа нет даже в районе. Пользуемся привозными баллонами, наверное, балконами. Отопимся, покупаем уголь и дрова. Тоже не знаю пока за что покупать. Я еще два, а еще два школьника и студентку собрать надо к учебному году. Вот эту дочь, 18-летнюю. Подруга Танкова Наталья. Чем муж болеет? Есть диагноз. Тебе нужно будет узнать сумму по электричеству с подключением и пеней. Желательно в бумажном варианте сфоткать и сбросить мне. Диагноза нет. Вроде как сердце ездил в кардиоцентр, не подтвердилось. В районе всех врачей прошло, вроде ничего нет. А ему плохо. Надо ехать в край, в диагностический, но денег нет. Я сама уже год не ездил на проверку, нет денег. Он лежачий или ему плохо, что не может работать? Это я спрашиваю. Наталья. Он задыхается, сердце очень сильно стучит. И давление высокое поднимается. Малейшая нагрузка или жара. С работы попросили уволиться после очередного вызова скорой. Простите, мне нужно на дойку и телефон садиться на работе заряжу. А вечером, если еще есть вопросы, отвечу. Скажи в горсети, что тебе помогут оплатить, но нужна окончательная сумма, чтобы ее оплатили. Если не побоишься и запишешь краткое видео с просьбой, это было бы очень хорошо. Но это я пишу. Сумму я узнаю в понедельник, а видео попробую завтра. Только, если честно, не знаю, что говорить. Говорите о нужде своей, я и говорю. Я смотрела ваши ролики. Сейчас один из роликов про коляску для ребенка-инвалида. Спасибо, что вы есть и не проходите мимо. Я, конечно, сейчас в отчаянии. Не знаю еще, как выберусь. Но выберусь обязательно. Тогда смогу уже сама помогать людям. Ну, я пишу. Обязательно выберемся. Не отчаивайтесь со своей стороны. Для меня сделайте, пожалуйста, то, о чем я тебя просил ранее. Ну, и вот сегодня понедельник. Здравствуйте. Я отложил проповедь и решил записать скорее этот ролик. Здравствуйте, Дмитрий. Я узнал, а за свет нужно заплатить 9600. Ну, и вот она видео кратко записала. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Я живу в небольшой деревеньке. Работаю дояркой. Зарплата небольшая. На издевении имею троих детей. Студентку и двух школьников. И мужа больного, неработающего. Зарплата небольшая. Плачу кредит. Четыре дня назад нас обрезали свет. Заплатить сама не могу. Прошу, помогите. Так, я ничего не слышал, потому что у меня включен микрофон. Но я знаю, что вы должны были, чтобы качественная запись была. Я все сделал. Вы должны были слышать. Конечно, тут ничего не видно. Она там в темной комнате. Не знаю. Ну, звук есть и хорошо. Живой, реальный человек. Что? Я призываю всем помочь. Давайте поможем человеку. Я специально зачитал всю переписку. Каждый, конечно, волен оценить эту ситуацию. Насколько она нуждается. Мы же любим судить. Да? Вот. Ну, я вам честно скажу, человек нуждается. Да? Мое мнение и расположение сердца моего. Вот. Потому что это женщина. Муж. Муж что? Не может работать? Мне там, ой, у меня вот за тех, за кого даже помогали все эти года, чего только я не выслушивал, не вычитывал. Ну, мне всегда было все равно, потому что любовь выше всего этого. И, знаете, судить очень легко. Тыкать там, обсуждать. Тем более, я говорю, ладно, ты помог бы еще бы. Хоть правый голос имел, так скажем. Люди рубля не дадут, но засудят, затычат, зарассуждают. Вот. Человеку нужна помощь. Вы знаете, просить не так просто, на самом деле. В нужде. И если человек до этого дошел, то он нуждается. Больной муж. Ну, вот я болел и до сих пор у меня эта болячка еще не до конца проходит. Хотя мне вроде бы легче. Кто-то пишет, судя по виду, что я выздоровел. Но я просто не жалюсь. И мне действительно полегче. Вот. Но то, что со мной было, я говорю, я врагу никогда не пожелаю. Я жил просто в аду несколько лет. Вот. И то, что я испытывал, эту боль, переживал все это, немощь. И тоже мне ничего не поставили. Сколько и денег на это отдал сначала сам. И сколько мучений. И никому ничего не объяснишь. Это невозможно просто. Вот. А жить. И вот именно. И невозможно. И физически тяжело. И не на что. И вот это все. И если с мужем съешь что-то, действительно, пусть это здоровый мужик с виду, 40 лет, мне ровесник, и вот у него какие-то беды, никто не может понять, что с ним, а он караул кричит, вызывает скорую и лезет на потолок. То вы знаете, я говорю, надо понять людей. Приводить надо к истине, к Богу, к любви, любовью. По-другому никак. Делами причем любви. А не праведной верую. И не своей светить, праведностью от веры. От того, что я верю в Иисуса. Посмотри на мое сияние, прям блесчу. И вот тоже поверь, и тоже сияй. Все это ерунда. Человек это его сердце. Его любящее сердце. Вот. То, что у нее четверо детей, старшая замужем. Получается, вторая студентка. А студентке еще больше надо, тем более девочке. Двое ребят, я так понимаю, еще. Или там, я не знаю кто. Вот. Ну и что, что дочь замужем. И там, вы знаете, вот. Ну, у всех есть родственники. Я тоже, конечно, я этому поражался. Почему нет тоже? У меня есть, у меня родственников нет, в принципе. У меня только там родители. Мы далеко от всех живы, я никого не знаю. Вот. Ну, это только кажется. Вот, родственники. Почему-то именно родственники, зная нас от детства, никогда нам не помогают. Это у всех такая в основном ситуация. Ну, и друзья, это тоже. Вы знаете, и просить у родственников друзей еще хуже, еще тяжелее. Вот, на самом деле, действительно так. Потому что, по сути, ты понимаешь, родственники и так все знают. По-хорошему, да, родственники должны разделить ровно пополам, может сказать, все, что у них есть. И человеку помочь, образно говоря. Там, или еще как-то, я не знаю. Или я говорю, не пополам, но это я так сказал, я имею в виду пополам свою похлебку. На сегодняшний день, хотя бы до того состояния, пока не поднять этого человека. Тем более, люди... Ну, мы все не знаем ситуацию, но, по сути, доверяя, веря тому, что описывает та же самая Наталья, на этом уровне мы же доверяем. Доверяем. А тут все она описала. Она что, спилась, скололась там, или семья вся у нее все проиграла, прогуляла? Нет, жизнь такая. Что там в жизни? В деревне людьми, которые, собственно, руками зарабатывают. У них нет никаких ни залежей, ни отложений. Вот именно любая катастрофа. У них нет ни пассивного дохода. И любая вот такая катастрофа, или еще что-то, и все. Катастрофа, я имею в виду, здоровье там подвело, или еще что-то. И все, и вы сели. И вот именно, это я только сейчас... Это очередная семья, я так понимаю, которая останется со мной навсегда. У меня уже их с дюжину. А у меня у самого ничего нет. А мне им помогать хочется. Вот. Тем более, я говорю, это же никакие вот баловство. Уж кто знает, сколько мы помогли вот так, хотя бы минимум. Газы, света, там, все вот эти нужды. Причем именно с такими обращаются, я с радостью помогаю. Потому что вот как вот, я вот сижу, у меня есть свет. У меня есть тепло. У меня вон дрова есть, которым я эту зиму не пользовался. И прошлую, потому что уехал. И буду ли эту. Это вообще минимально. Я уж молчу про то, что большие ли эти деньги. Да, для одного, для меня, допустим, не посильно. Сейчас я еще о второй нужде. Я и так все раздал, что за год заработал. Для одного человека это тяжело. А вот для многих-то это же копейки. Ну вот она написала 9600, да. И сейчас я еще сразу о второй нужде скажу еще человека. Ну что, даже 10 человек по 1000 рублей. Это же копейки. Не важно, верите вы в это, нет. Хотите вы, достоин человек или нет. Но сегодня он сидит без света. Там сидят без света дети, тот же самый муж, да. Зимой неизвестно, чем будут топиться. Что нам, жалко эту машину, будет им дров купить. Машина дров вот так вот хватает на сезон, на зиму. Угля можно купить. Надо помогать людям, несмотря ни на что. Вот, так что вот так вот. И хочу вторую еще сразу. Вы помните, для Ольги Косоноговой тоже записывали ролик. Мы тогда помогли тоже самое. Помогли решить эти все проблемы. Там свет, жилье, коммуналку всю заплатить. Долги, которые у нее. Кто знает дефект. Я даже об этом говорю. Вот мне даже говорить об этом стыдно и неудобно. Я не знаю. У нее как-то. Я уже забыл. Я даже помнить об этом не хочу. Что у нее там волчья губа. Это она так говорит. Это просто вообще. Как она живет, я не знаю. У нее тоже проблемы со здоровьем. Мы ей все это время, как она тоже на меня вышла. Тоже ей помните. Я тогда, по-моему, не зачитывал вам тоже нашу первую беседу. Тоже ей подруга какая-то посоветовала. Я скоро весь Барнаул мне будет как дом родной. Она же тоже, по-моему, оттуда. Ну и с этого времени мы ее не оставляем. Тоже помогаем ежемесячно. Все там тоже проблема на проблема. Двое детей. Все эти копеечные зарплаты. Там они пытаются где-то подработки. Вы помните, и для Александра тоже самое записывали. Тоже через Лену познакомили. Вот сейчас у Ольги проблемы. Вот она хочет группу оформить. Ей нужно тоже ехать в райцентр. Платить за все эти справки. Потому что ей тоже тяжело. Тоже она попросила около 8 тысяч. И мы уже это не можем поднять. Мы ей и так каждый месяц. Меня сейчас особо никто не окружает с деньгами. Да и изначально не особо-то у меня не было никого. Все мы как-то с миру по нитке собирали. Но на год как я ушел, как-то все совсем развалилось. Те, кто меня окружали, куда-то все попропали. В основном. Ну, правда, наоборот, я сам зарабатывал хорошо. И мог вот помогать людям. Теперь я сам опять без работы. И поэтому помогать мне самому нечем. Я поэтому... Все, что я могу теперь для них, это... Это вот... Помогать... Это как-то... Служить теми дарами, какие у меня дар. Ну, есть маленький канал, как говорю, 10 человек меня смотрят. Но все-таки суммы небольшие. Я думаю, мы можем справиться, да, и людям помогать. Никто нас не просит там миллионы и до конца жизни содержать. Правда, я буду это и рыт. И люди, которые даже ко мне обращались, конечно, они будут постоянно в нужде. Жизнь, она такая. Поел, и все вышло, вы сами знаете, да. И завтра все требуется опять то же самое. И все новые-новые какие-то нужды. Дети растут. Вот, так что... В оконцовке нужно, короче, тысяч двадцать, да. Десять тысяч хотя бы Наталье и десять тысяч Ольге. Восемь там ей на справке, на дорогу в райцентр. Не знаю, сколько там тысячи две. Ну, хотя бы по десятке собрать. Все реквизиты для сбора сайта я тоже восстановил. Вы знаете, да. На сайте христолюбтолкотепер.ру На донате есть пожертвовать. Тут все мои есть реквизиты. Я их не... Наталье даже еще не спрашивал. У Ольги есть реквизиты в прошлом ролике. Вот на этом можете найти. Вот. Можете все через меня посылать. Кто доверяет, да. Вот. Мои, естественно, все реквизиты есть. Всевозможные средства для перечисления. Это карточка Сбербанка. Рублевые. Есть, кстати, у меня и доллары, и евро. Я там все в свое время понаткрывал. Счета. Есть PayPal. Есть WebMoney. Есть Яндекс.Кошелек, да. Вот. Я, кстати, ну, помимо странички этой на сайте есть. И просто я под роликом добавлю, чтобы меня много раз просили. Тогда я помню, чтобы никуда не лазить. У кого-то неудобно с мобильников там. Вот. Хотя ничего сложного нет. Все это на сайте христолюбру. Дефис.донейт. HTML, да. Можно найти. Вот. Ну, и прямые. Все я прям под роликом все реквизиты дам. Вот. Пометки тогда делайте. Единственное переводите. Да можете не делать. Я специально объявляю двойной сбор. Ну, в смысле, можете сделать для Ольги и Натальи там. Ну, можно не делить, потому что я тупо разделю пополам. У них даже сумма общая. И нужда у них, по сути, одинаковая. Вот. Просто сколько соберем. Поделим пополам. Соберем больше не страшно. Поэтому у кого сколько на сердце лежит. Вот. И 50 рублей деньги. Я всегда говорил. Главное не количество, а участие. Это тоже очень важно. Вот. Я, конечно, уже давно перестал и очаровываться, и разочаровываться. Да. Там, что я про эту любовь вечно проповедую. А результаты порой, когда дело доходит до реальной нужды. Результаты порой и ноль. Вот. Ну, я никогда не отчаиваюсь. Жить надо с надеждой, с верой. Так что вот так вот. Ну, в принципе, все сказал. Прибавить я не знаю чего. Больше нечего. Вот. Какие-то вопросы. В принципе, ссылки, контакты этих людей. Ну, можете в комментариях просить. Я их дам. Это же не скрытная информация. Они вроде тоже нет. Кого не прячутся. Вот. Если кому-то интересно лично общаться. Можете, кстати, в нашу группу в Телеграме. Кто желает добавляться. Там тоже. Там мы сейчас уже особо не общаемся. Вот именно там по сути. Я посмотрю только, кто там что какие нужды тоже пишет. Чтобы я вот за этим смотрел. Ну, так все. Мое обращение я сделал. Надеюсь, наша любовь не останется, я говорю, бездеятельной. Все. Пишите ваши комментарии. Есть какие-то мысли, размышления, вопросы, что-то там. Вот. Кто может чем помочь или что-то еще. Все. Всех люблю, целую, обнимаю. До встречи на канале Христолюб, где мы читаем с вами Писание. Назидаемся. Все.